МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Ваша информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова, сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рубль падает, банковские ставки растут. Как будет жить республика в условиях сложившейся экономической ситуации? Год в эфире. Чем Таван радио порадовала слушателей в свой первый день рождения? Вместо голоса, по каким критериям оценивала жюри участников фестиваля жестового пения? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня утром глава Чувашии собрал оперативное совещание в Доме правительства. В сложившихся экономических условиях, когда валютный рынок лихорадит, когда растут банковские ставки, важно принять грамотные управленческие решения, чтобы стабилизировать ситуацию. Жители республики должны вовремя получать информацию о состоянии потребительского рынка. Как и почему растут цены на продукты? Есть ли запас лекарств в аптеках? Вовремя ли выдадут зарплату бюджетникам? Социальная сфера должна быть защищена, какой бы ажиотаж вокруг ни наблюдался, подчеркнула в заседании Михаил Игнатьев. Мы должны, конечно, выработать алгоритм действий, единственные действия в органах власти, совместно с муниципальными образованиями, совместно с банковской сферой. Должны принять все меры для того, чтобы посредники, спекулянты не наживались на вот этой ситуации, на проблемной ситуации. Все еще помнят кризис 2008 года, когда пострадали предприятия малого и среднего бизнеса. У организаций имеется подложка безопасности. Я говорю еще раз, они научились уже у вас сегодня в сложной ситуации. Предприятие перекредитовывается сегодня. Понятно, что правительство Российской Федерации ищет решение. Вот мы видим, я надеюсь, что в ближайшие 2-3 дня будут приняты какие-то кардинальные решения по дестабилизации ситуации. Мы вместе банковское сообщество принимаем решение, как сохранить стабильную ситуацию. Что касается цен на продовольствие, то здесь особой паники быть не должно, считает министр. Сегодня мы от импортных продуктов зависим порядка 7-8%. Основное все это отечественное производство. Это как территория Чувашской Республики, так и с субъектов соседей, субъектов Российской Федерации. Поэтому сегодня на полках существует вся номерклатура продукции. Сегодня не нужно пользоваться случаем, хочу тоже обратиться к жителям. Не нужно создавать никакого ажиотажного спроса. Никакой продукции не пропадет с полков, независимо от такой ситуации. Цена не будет колебаться. Надеюсь, что в ближайшие 2-3 дня у нас ситуация будет понятна. В первом квартале ситуация уже выровняется по ценам. Важное направление работы правительства – своевременное обеспечение населения лекарствами первой необходимости и по доступным ценам. Как заверила вице-премьер министра здравоохранения Алла Самойлова, запасы на аптечных складах есть. Льготники могут не опасаться. Минздрав России готовит перечень лекарств, на которые цена будет фиксирована. Проблема может быть в аптечном сегменте. То есть тот сегмент – это частные аптеки, которые могут сегодня поднимать цену. Нам самое главное – удержать сейчас наш договор, который есть с аптеками, топ-30 медикаментов, чтобы не было вот этого резкого роста. В совещании участвовал и управляющий отделением Сбербанка в Чувашии Юрий Бычковский. Мы кредитуем предприятия. У нас, скажем там, видимого изменения в обслуживании клиентов сейчас происходит. У нас внутренняя донастройка идет всех механизмов предоставления кредитов. Но в целом по уже одобренным линиям мы кредитовать предприятие будем. Что касается всех новых проектов, будем внимательно смотреть более тщательный подход до Ютубанка. Что касается физических лиц, Сбербанк не останавливает кредитование. И обслуживание физических лиц, как расчеты кассов, обслуживание валютной обменной операции. То есть здесь никаких проблем мы не видим. Ликвидности у нас достаточно, в том числе, если нужны и валюты ликвидности. То есть вопросов нет. Министр финансов республики Светлана Янилина уверена, что срывов в исполнении бюджета не будет. Мы понимаем сегодня, некие опасения существуют, но абсолютно не нужно этого пугаться и считать, что какие-то обязательства не будут выполнены республикой. В сегодняшний день у нас в плановом режиме идет исполнение бюджета и, соответственно, все публичные обязательства республика выполнена. И никаких срывов в исполнении бюджета мы сегодня не видим. То есть можно сказать, что никаких задержек с выплаты заработной платы сотрудников бюджетной сферы не будет? Нет, сегодня этой угрозы нет. И, соответственно, мы считаем, что оно и не будет. И, соответственно, современно у нас все свои обязательства выполнены. Ситуация в экономике непростая. Это осознает любой здравомыслящий человек. Но ежедневный контроль правительства за ключевыми позициями на рынке позволит вовремя снимать риски и принимать взвешенные решения. Обязательства по государственным программам будут выполнены. Начатые объекты достроены. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора Почуваш отмечает десятилетие. Срок небольшой, но история богатая. В свое время структура была известна как контрольно-ревизионное управление, созданное, в свою очередь, почти 90 лет назад. Государственный финансовый надзор – один из основополагающих китов экономического развития, роста благосостояния, эффективной бюджетной деятельности. Строгий контроль за целевым использованием средств приносит свои плоды. За 11 месяцев 2014 года нами проведено 70 ревизий и проверок в части соблюдения финансово-бюджетной дисциплины. При этом было выявлено финансовых нарушений около 19 миллиардов рублей, в том числе средств федерального бюджета – 18,4 миллиарда, а также в использовании средств, выделенных из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов – 262 миллиона рублей. Глава Чуваши Михаил Игнатьев поздравил сотрудников службы с десятилетием успешной работы и пожелал им также нерушимо стоять на страже финансовых интересов государства вообще и республики в частности. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич встретился с главными редакторами средств массовой информации. Традиционная пресс-конференция была посвящена итогам уходящего 2014 года и задачам на 2015. Полпред поблагодарил журналистов за работу, отметив, что сегодня, как никогда, средства массовой информации должны быть объективны, честны и оперативны. И в деле патриотического воспитания им отводится важная роль сохранения исторической правды. На встрече также обсудили ряд актуальных вопросов. Видеоверсию пресс-конференции можно увидеть сегодня, 17 декабря, в эфире национального телевидения Чуваши в 22 часа. Как стало известно, сенатор Совета Федерации Чуваши Галина Николаева досрочно сложила полномочия. Нашу республику она представляла с июля 2012 года. Срок ее полномочий должен был завершиться в августе 2015-го. Пост Галина Григорьевна покинула по личному заявлению. Кто займет ее место, официально не объявлено. Ряд федеральных СМИ, ссылаясь на источники в аппарате Комитета по международным делам Верхней Палаты, отмечают, наиболее вероятным кандидатом является руководитель Россотрудничества Константин Косачев. Председатель правительства Чуваши Иван Маторин провел рабочую встречу с делегацией из Китая. Нашу республику и Китай связывают несколько совместных проектов, действующих и будущих. В Чуваши при помощи китайских партнеров планируется построить агропарк. Проект будет реализовываться на земельных участках, расположенных на территории Марийско-Пасадского, Цивильского и Чебоксарского районов. Сегодня китайские коллеги прибыли с еще одним предложением. Приехали с провинции Ши Цуан, крупные лесопромышленные корпорации. Они будут посмотреть, какие-то возможности будут делать. И я думаю, на днях тесно будем проработать. И после завершения работы будет уже результат. До принятия окончательного решения по строительству лесопромышленного предприятия надо выяснить ряд вопросов. Поэтому китайские коллеги планируют нанести еще не один визит. Иван Моторин, в свою очередь, отметил, что увидел во время встречи самое главное – желание работать. Сегодня идет оценка бизнес-плана, оцениваются риски вложений. И, соответственно, в ближайшее время будет принято решение о переходе уже к конкретной части проекта по вложению средств как с нашей стороны, так и со стороны китайской компании. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня единый информационный день. Руководители и ответственные сотрудники органов власти разъехались по городам и селам, чтобы встретиться с жителями Чуваши и вместе обсудить актуальные проблемы. Ходить в магазин по асфальтированной дороге, добираться до школы, не запачкав обуви, горожанам кажется вполне естественным. А для жителей сельской местности это многолетняя проблема. К счастью, в одной из деревень Вурнарского района она решилась как нельзя лучше. На улицах Малиновая и Заречная в деревне Пшике Вурнарского района сегодня настоящий праздник. Населенный пункт наконец-то объединила новая асфальтированная дорога. На это ушло 10 миллионов рублей. Но для жителей деревни она бесценна. Спикер парламента Чуваши Юрий Попов отметил, что курс, взятый на строительство автомобильных дорог местного значения, имеет не только экономический, но и моральный эффект. А насколько это важно, это тот человек, который жил и вырос в деревне. Как он по грязи ходил, как там колея. А сегодня все видят, какой праздник здесь для деревни. Это говорит о том, сколько лет они здесь проживали, бабушки лет 70-60. И сейчас пройтись по асфальту – это милое дело. Бесценная дорога в 500 метров наконец-то объединила деревню Эпшики в один населенный пункт. По словам Раисы Ильиной, даже машины с продуктами не доезжали до магазина, который находился по ту сторону. Товары первой необходимости приходилось перетаскивать в мешках вручную. Что уж тут говорить об экстренных службах. В грязи, в болоте мы ходили в школу, 3 километра, 47 лет ходила я так. Мучилась, страдала, плакала даже, когда невозможно было, особенно зимой бездорожье. Но сейчас, конечно, для нас это чудо. Для ребят тоже чудо. Автобусы сейчас школьные ходят. Татьяна Трофимова, Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. В Чувашии прошел очередной этап акции «Классный полицейский». На этот раз десант из 14 различных подразделений МВД высадился в 12-й школе Чебоксар. Акция «Классный полицейский» – совместный проект МВД по Чувашской республике и Общественного совета при министерстве. В этом году полицейские посещают уже третью школу. Можно посмотреть фильмы про полицейских, можно прочитать в газетах про полицейских, но воочию пообщаться на сегодняшний день не всем удается. И вот мы сегодня сюда пришли с таким коллективом полиции, Чуваши, которые будут вам рассказывать о различных направлениях деятельности полиции, чем мы только не занимаемся. После официального старта школьники, педагоги и представители родительского комитета группами разошлись по кабинетам для участия в мастер-классах, подготовленных полицейскими. А их тематика была самой различной. К примеру, представитель отдела кадров Сергей Максимов рассказал детям о критериях выбора будущих полицейских и ведомственных учебных заведений, готовых принять тех, кто решил стать стражами порядка. А вот полковнику полиции Шарибжану Касанову, представлявшему управление уголовного розыска, пришлось приоткрыть завесу тайной профессии оперативника и рассказать о том, как им приходится раскрывать даже самые запутанные преступления. Было интересно ребятам узнать об экспонатах из музея МВД, привезенных по такому случаю в школу. Ученикам продемонстрировали не только предметы, бывшие в обиходе милиционеров много лет назад, но и детали времен Великой Отечественной войны, найденные в ходе раскопок. О том, как безопасно обращаться с банковскими картами, рассказал заместитель начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий Валерий Чернов. Будьте бдительны никогда и передайте своим родителям в магазинах, чтобы кассиру в руки карточки не отдавали. Никому не передавали сведения об этой карточке, ни номер и так далее, там подобное. Пусть из кармана денег доставят и отдают, но не карточки. Особой восторг у ребят вызвали всякого рода предметы, очень напоминающие шпионские. Здесь были брелок и часы со встроенной видеокамерой, обычная вешалка с точно таким же устройством внутри. В общем, все то, чем воспользовались когда-то недобросовестные граждане для совершения различных преступлений. Самым аншлаговым кабинетом стал тот, где бойцы СОБР организовали выставку боевого и служебного оружия, находящегося в их пользовании. Гранатометы и пулеметы, а также травматическое оружие и пистолеты не оставили равнодушными мальчишек любого возраста. Не менее интересной стала для школьников и встреча с бывшим командиром спецназа Юрием Григорьевым. Полковник милиции в отставке вспомнил о годах службы в одном из самых боеспособных подразделений МВД. Кроме того, в этот день для школьников провели уроки представители подразделений по делам несовершеннолетних, ГИБДД и экспертно-криминалистического центра. Полицейские также рассказали о вреде наркотиков и об ответственности за экстремистскую деятельность, а также как воспользоваться государственными услугами МВД посредством интернета. Завершающая часть мероприятия прошла на улице. Сотрудники кинологической службы МВД со своими подопечными овчарками Буян и Хан продемонстрировали задержание условного злоумышленника в различных ситуациях. Затем на площадку выбежали бойцы ОМОН. Их показательное выступление с элементами рукопашного боя и с участием бронированного тигра удивило всех и стало красивым финалом мероприятия. Тренировка с летальным исходом. В Ядрине мужчина скончался после посещения тренажерного зала. Во время занятий в тренажерном зале 31-летнему мужчине стало плохо. Его увезли на скорой, а через некоторое время он скончался в больнице. Парень был госпитализирован, однако фельдшером скорой медицинской помощи ему был выставлен неверный диагноз, а именно растяжение связок левого плечевого сустава. В то же время при наличии соответствующего оборудования медицинским персоналам своевременно не была сделана электрокардиограмма, предусмотренная соответствующим стандартам скорой медицинской помощи, а также не было назначено необходимое специфическое лечение адекватно указанному заболеванию. В результате мужчина через два часа скончался в лечебном учреждении. Его смерть наступила в результате инфаркта миокарда. По данному факту Ядринским районным следственным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Сейчас выясняются все обстоятельства. Ведется расследование. Сегодня в Чебоксарах прошел Всероссийский фестиваль жестовой песни. Организатором праздника традиционно выступает Чувашский государственный педагогический университет имени Яковлева. Песни, звучащие сегодня на сцене, могли услышать даже глухие и слабослышащие люди. С первого взгляда кажется, что исполнительница выполняет руками танцевальные движения. На самом деле она поет ими. В жестовых песнях смысл текста передается движениями. Сегодня педагогический университет собрал более 70 конкурсантов из разных регионов России. Во-первых, целью фестиваля конкурса мы видим популяризацию песенного жанра, а именно жестовой песни. Во-вторых, интеграция на одной сцене слышащих и детей с нарушением слуха. В-третьих, привлечение интереса общества к особенностям детей с нарушением слуха. По словам организаторов данного фестиваля, конкурсы жестовой песни в России, как правило, проводятся исключительно для глухих и слабослышащих. В Чувашии же на одной сцене выступают и обычные исполнители, и певцы с ограниченными возможностями. У нас в государстве сменился статус жестового языка недавно, года два назад. Он теперь не язык межнационального, межличностного общения неслышащих, а язык общения с неслышащими. То есть мы не просто признаем, что они могут друг с другом говорить на жестовом языке, но и мы с ними теперь должны говорить на жестовом языке. Это во-первых. То есть глухие видят, что им идут навстречу. А для слышащих это, может быть, возможность, во-первых, выразить свои какие-то творческие способности, а во-вторых, возможность лучше понять глухих. В конкурсе жестовой песни «Голос не важен». Здесь жюри оценивает правильность передачи текста и умение держаться на сцене. С каждым годом фестиваль «Слияние сердец» собирает все больше участников. Марина Рябцева, Сергей Рябчиков, Республика. Год назад, 16 декабря, на волне 103FM начала вещание радиостанция с совершенно новым для нашей республики форматом – Таванрадио. Она собрала в своем эфире лучшие из мира современной российской и чувашской музыки. И уже стала одной из самых любимых для жителей столицы Чувашии. День рождения коллектив радиостанции решил отпраздновать не только в эфире, но и лично встретиться со своими слушателями. В течение дня мы выезжали на разные площадки. Нам было интересно, кто и где слушает Таванрадио. И приятно были удивлены магазины, торговые площадки, таксисты, маршрутчики слушают Таванрадио. Наверное, это и есть какой-то такой небольшой, маленький результат, который мы смогли достичь за этот год. Подарки в этот день принимал не только именинник, но и самые внимательные и верные слушатели. Им нужно было лишь дозвониться в эфир. А вечером все желающие собрались на розыгрыш призов в торговом комплексе «Мегамол», где их встретили ведущие Таванрадио в образе Деда Мороза и Снегурочки. «Скоро, скоро Новый год, что он деткам принесет? Елочки пушистые, свечки все селебристые, разноцветные шары, смех веселой детворы, город снегом за окном, поздравления в каждый дом». Чтение стихов, викторины и конкурсы продолжались в течение часа и транслировались в прямой эфир. Без фирменных подарков и сувениров никто не остался. От партнера акции также были разыграны сертификаты на приобретение продукции компании «Зенден». Заключительное задание было рассчитано на победителя с самой быстрой реакцией. Нужно было первому дозвониться в эфир. «Все, я позвонилась. Вечер добрый». Справилась с задачей Людмила. Она выработала свою технику, которая уже не первый раз позволяет выигрывать призы в прямом эфире. Для других попасть в программу по заявкам и поздравить своих родных и близких – очень большое и приятное событие. «Это для них был настолько приятный, неожиданный сюрприз. И вот одновременно с ними радовалась также я. Получила в какой-то степени адреналин с плеском эмоций положительных, просто благодарна». Первые страницы книги, которые называются «Тванрадио», написаны. И мы надеемся, верим и знаем, что это будет очень интересная, увлекательная книга со множеством ярких, интересных историй, которые касаются как нашего радиостанцию, всех сотрудников, которые на сегодняшний день здесь сегодня трудятся и создают вот это пространство нашей Родины, нашей Республики. Ну и наших радиослушателей, которым приятно и радостно слышать свою родную речь. Анастасия Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. Всего месяц прошел, как Минспорта чествовали призеров и победителей соревнований Европы и мира. И вот спортсмены вновь дали повод для гордости. В каких видах спорта преуспели представители Чувашии на этот раз, узнала наша съемочная группа. «Где мы, там победа». Именно такой девиз спортсменов Чувашии. И неспроста. Представители Республики отличились еще в пяти видах спорта. Это победа, ставшая уже традиционными, но не перестающей радовать. На помост международных соревнований взошли тяжелоатлеты, представители панкратиона, восточных боевых единоборств, борьбы на поясах и гиревого спорта. Спасибо вам за ваши победы. Мы всегда рядом с вами. Я всегда говорю, это мое твердое убеждение и позиция, и человеческая, и, так скажем, служебная. Мы, ваша обслуга, мы ваши помощники. Мы пытаемся делать все, чтобы вы могли достигать своих спортивных результатов, прославляя нашу страну, нашу республику. В самом большом составе на встречу был представлен панкратион. По итогам первенства мира, проходившим в Калининграде в конце ноября, на пьедестал почета сумели взойти семь спортсменов из Чувашии. Эти ребята, которые удачу выступили на Россию, также удачу выступили на первенство мира. И это говорит о том, что ребята в свое место тренировались, все школы вместе объединились, и все это дало вот эти наши результаты. Привыкли видеть на подобных встречах борцов на поясах, причем девушек. Анастасия Тарасова стала бронзовой призеркой Кубка мира, уступив серебро еще одной представительнице Чувашской республики. А рекордсменок Европы по тяжелой атлетике и их тренеров ждала приятная новость. Сергей Мельников рассказал о постройке полноценной базы по этому виду спорта уже в следующем году. Сейчас всех спортсменов ожидают премии и небольшой перерыв в связи с Новым годом. Но после него вновь усиленные тренировки и новые победы. Екатерина Абрамова, Евгений Анисимов, Республика. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы Республика. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. Увидимся завтра в это же время на национальном телевидении Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова